Акцизы на топливо повышены. Принят закон, который необходим для сокращения дефицита бюджета. Как теперь изменятся цены на бензин? Налоговая тема не единственная в сегодняшней повестке Госдумы. Споры также вызвал вопрос о переводе ряда уголовных статей в разряд административных. Все подробности в репортаже Дмитрия Кочеткова. Штраф вместо срока. Проект закона, внесенный в Думу Верховным судом, спасет от тюрьмы тысячи граждан. Планируется, что за преступление небольшой тяжести будут наказывать не по уголовному, а по административному кодексу речь идет о нескольких статьях. Побои, угроза убийством, использование поддельных документов и злостное уклонение от уплаты алиментов. Увеличится и сумма хищения, после которой наступает уголовная ответственность, с одной тысячи рублей до пяти тысяч. Неоправданно наращивая число осужденных, мы криминализируем общество, принимая во внимание то, что последствия осуждения лица касаются не только этого лица, но и распространяются на его близких. Десятки, сотни тысяч людей освободятся от клейма ранее судимого, которое влияет не только на их судьбы, но и на судьбы их детей, даже родственников. Важно, нововведение коснется только совершивших правонарушения впервые, а те, кто оступился дважды, будут отвечать уже по всей строгости уголовного кодекса. Государство должно дать возможность оступившемуся впервые осознать, осознать свое преступление, проступок свой, сделать выводы. Ну уж извините, если, конечно, не сделаешь дальше, и ты будешь продолжать идти по этой скользкой дорожке, ну, соответственно, здесь уже закон будет по отношению к тебе суров. За последние 20 лет осужденных за преступление небольшой тяжести стало больше в три раза. Сейчас это почти половина всех судебных дел. В 2014 году 330 тысяч осужденных. Даже если приговор был условным, судимостью сложно устроиться на работу, невозможно получить кредит в банке или выехать за границу. О необходимости декриминализации ряда уголовных статей президент заявил в своем послании Федеральному собранию в декабре прошлого года. В Думе рассчитывают, что инициатива Верховного суда не только сделает наказание адекватным преступлением, но и разгрузит следствие и суды. У правоохранительных органов будет больше времени на расследование опасных для общества преступлений. Впрочем, эти аргументы убедили не всех. КПРФ и «Справедливая Россия» нашли в законопроекте множество недостатков. Обращает на себя внимание появившаяся здесь новация о том, что такая мера уголовного правового характера, как штраф по результатам расследования уголовного дела, будет применяться не судом, а начальником отдела внутренних дел. Очевидно, что это нововведение повлечет рост беззакония и коррупции в полиции. Органах предварительного следствия и дознания. Преступления, связанные с коммерческими правонарушениями, преступлениями, да, конечно, мы готовы поддержать и перенести ответственность, сделать ее более мягкой. Но угроза здоровью, действительно, нанесение побоев, мы считаем, должна наказываться не штрафом. Много спорили в Думе во время обсуждения другого закона о повышении акцизов на бензин на 2 рубля и на дизельное топливо на 1 рубль. Правительству нужны средства для сокращения дефицита бюджета. По расчетам Минфина, литр бензина в рознице в результате может подорожать, но максимум на 6,5-7 процентов, то есть на 2 рубля 36 копеек. Это в пределах прогноза инфляции на этот год. И это ответственность не только за инфляцию, это ответственность не только за сохранение дорожного фонда в том объеме, в котором он сейчас запланирован, а эта мера позволит это сделать. Это ответственность за сохранение и социальных обязательств, за выполнение, безусловное выполнение социальных обязательств. Мы четко зафиксировали ваше заявление, как официального представителя правительства, о том, что цены, если и будут повышены, то в пределах инфляции. И если, так сказать, будет нечто иное, то правительство внесет предложение о компенсации потерь для некоторых категорий. Это первое. И второе. Вы услышали наше требование о том, что средства от повышения акциза будут направлены на развитие дорожного хозяйства. Мы с вас это спросим. Имейте в виду. В Думу уже предложили правительству установить льготные цены на дизельное топливо и бензин для аграриев. Скоро начало весеннеполевых работ. Резко против повышения акциза выступили все три оппозиционные фракции. В результате документ принят сразу в трех стенях голосами парламентского большинства. И сегодня же одобрен Советом Федерации. В этом году бюджет получит более 70 миллиардов рублей дополнительно. Вот торопились принять, чтобы не терять возможности дополнительные. Да, мера, может быть, кому-то покажется непопулярной, но она необходимая. У нас, во-первых, есть дефицит бюджета, во-вторых, у нас недостаточно средств на государственные инвестиции, в частности, на ремонт и строительство дорог. Кризис кризисом, а дороги надо строить и ремонтировать, потому что создание инфраструктуры – это важное условие для инвестиций, для деловой активности и так далее. Как и планировалось с правительством, ставки акцизов на бензин и дизельное топливо будут повышены с 1 апреля. Дмитрий Кочетков, Андрей Лесных, Ольга Меркулова, Первый канал.